Господа, как вы знаете, сервис, мойка, парковка и прочее обходятся на самом деле недешево. И было бы очень круто, если бы машина сама компенсировала эти расходы. Наш партнер StickerRide это мобильное приложение, которое позволяет автовладельцу заработать на рекламе, наклеенной на авто. Все просто, скачиваем приложение, регистрируем авто, выбираем понравившуюся компанию, приезжаем на оклейку и все. Теперь вы в деле. Приложение начисляет деньги за каждый километр пути. В среднем можно заработать от 3 до 8 тысяч рублей в месяц и окупить хотя бы бензин. Скачивайте приложение по ссылочкам в описании и присоединяйтесь прямо сейчас. Да, прямо сейчас будем покупать. То есть пусть при... за самовыпас? Чего? Сказали, что я руку свою пропустил. Э? Нормально? Это у нас жизнь. Мы покупаем тачку. Да. Мы же молодые, успешные. Кто, как? Стоим на морозе. Лето. 30 тысяч рублей. Нет, вас не хочу. Хочу иномарку. Смотри, давай. Да какой командор? Давай, смотри, кадет. А, вот вам что нужно. Вот, 20 тысяч рублей. Смотри. Битый. А, не, не, не. Зачем нам эти хлопоты? Ты где, бля, и не лазил и все. У меня тут все, у меня все по лакшерису. 50. Жируешь, сволочь. Ну, ну, 95. Вот, за 20-ку стоит. Смотри, 88-й будет кадет. Арки, смотри. Главное, чтобы... А что обратить внимание? Обратите внимание. Нет, если хотя бы они загипсованы... Нет, смотри, к аркам никаких вопросов. Я же говорю, все в шпакле, все в марле, все с цементом. Как учили. Все у вас целиком на запчасти, или вы стоите подробности по телефону? До 22-х, 22-15. Ай, сорвалась сделка. Сорвалась сделка. Давай попробуем набрать все-таки его. Вечер добрый. Наткнулся на объявление о продаже сказочного Opel Kadett. А чем он сказочный для вас? Ценой, прежде всего. Жажда бесплатно практически сесть на автомобиль обуревает меня. Что с ним, если... Что с ним, если... Да, я оконченный романтик, я бы сказал. Что с ним, если вкратце? Я его сам так же брал. Радостный, 26 штук. Так. Он стоял 3 года. Я ездил, она ездит. Я подкал туда стартер, купил генератор. Генератор, расширительный бочок еще на 3-ку. На 2,5 я на эвакуатор ее затащил. Ничего себе. Он бедный, да, пока нет. Он клад и тучался, хоть суппорта чуть-чуть тронули, чтобы она хоть на эвакуатор заползла. Ну, это нормально. Но скажите, меня интересует одно. Он должен просто завестись и поехать. Он это сможет? Это он сможет, но факт тоже. Номеров нет, потому что, говорят, якобы их украли. Так. Купил я у человека ее, ну, просто как сейчас пишут от руки, договор. Да, 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 понимаю. И, получается, он также у хозяина брал тоже от руки договор. И вот, кстати, машина псковская. Ага. Ну, мы проверили по интернету, как бы по базе данных, что она ни в угоне, ни в штрафах, ничего на ней нет. Слушайте, это просто какой-то джекпот мне сегодня выпал. А где ее можно забрать? Во все-все. У нас есть с собой бабки? У нас? У нас даже... Да, 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 я трезвый, я все понимаю, да? Ну, ты им говоришь, они сразу бросают трубку, говорят, а нахер, надо еще. Это все тряпки. Вам встречались на пути не те мужчины, а я вот нормально все. ПТС, сверху, регистрация, это все есть, я говорю. Космос, столько номеров нет, да? Только номеров нет, но говорят, что это революция, можно в этой фирме же восстановить, даже вот эти же номера, они 60-й регион, как-то, русские. Их могут там и так сделать. Хорошо, все, сделка мечты состоится завтра. Спасибо вам огромное. Наверное, да. Да, да, все. Многие говорят, а в результате хрен вам. Нет, отвечаю. Вот прямо, вот прямо забиваемся, что завтра эта тачка будет моя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Наши сокровища, да? Да. О, трапеция дворников лежит в салоне. Вот все как надо. Нет, трапеция дворников была мертвая, я ее вытащил. Сейчас она работает, но моторчик накрылся. Ну, естественно. Выкладывать просто деньги. Да не, 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 не надо вкладывать деньги, главный принцип. Я и так ее взял, в котом мешке. Просто шикарно. Крокодиловая кожа на чехлах, да? Да, да, да. Это дорого. Это дорого. И ключ есть, реально заведется сейчас? Смотри, смотри, из свечки, прям компрессия из свечки идет. И при этом он еще заводится. Нет, нет, из коллектора. Из коллектора? Да. Вот его бы столько коллектора. По-моему, когда заводилось, из свечки прям подсекло. Хотя по звуку вроде не сечет. Слушай, тихо работает вообще. Сейчас масло дольем подсолнечного и все. Рванем. Да, и рванем. Реально. Просто жара. Просто, просто хардкор. Дым там, по-моему, с тасолом, с маслом. Короче, совсем что вообще может быть. Просто сенокос. Ой, какой дым приятный. Вот это просто огонь. Все, мы забираем. Все, мы забираем. Трайв пройден? Отлично. Нас все устраивает. Просто супер тачка. Ух. Это будет жаркая гонка. Это будет очень жаркая гонка. Всего за 20 тысяч рублей. Заводится. Не стучит. Работает идеально. Документы в наличии. Универсал. То есть вместительный, просторный, надежный автомобиль. О чем еще можно мечтать? Наконец-то. Дым, дым, дым. Вот тут. Просто о том, что я еду, люди будут знать в соседних районах. Просто. Он горит или просто работает? Да, что разница? Как он будет жарить по трассе, а? Ран-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Сейчас подсолнечного дольем только и все, и поедем. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А у нас же продуктовый магазин рядом. Масло для этого двигателя можно купить в любом продуктовом магазине. Это реально работает. И все будет пахнуть блинчиками. Да ладно? Да. Ты никогда не пробовал? Нет. Сейчас ты узнаешь. Когда машина едет на подсолнечном масле, хочется жрать постоянно. Потому что такое ощущение, что сейчас тебя будут кормить. Только не говоришь, что я это пробовал? Да. Это бензобак. Он даже не прогнивший, кстати. С него не течет. Я считаю, что это уже достоинство. Значит, это у нас салон. Он ведет вот сюда. Прямо из-под нищи. Естественно, все сгнило к чертям. Точки крепления балки. Они ремонтированы раз в 10 примерно по ощущениям. То есть заплатка на заплатке. Все отгнивало. Балка сама у точек. Вместе с лонжеронами. Пороги. Все это уже отваливалось. Реально все очень плохо здесь. Средняя часть. Это скотч. Смотрите. Это скотч для того, чтобы вода не проникала в салон. То есть вот туда ведет дырка. То есть я купил из всех предыдущих тачек самую классную. Самую четкую. Просто она должна обтекать ямой. Вот этого всего. Но это не железо. Это просто какой-то антикор. Пороги. Все варено-переварено. Все просто идеально. И теперь пойдем вперед. И спереди нам попался просто идеальный случай. Это ахиллесовая пята всех кадетов. И у нас как раз вот то самое место. Это точка крепления рычагов спереди. Смотрите. Ее всегда отрывает. Она отходит от моторного щитка. Лонжерон уходит в сторону. И у вас полуось вытаскивает из коробки. И машина останавливается. Это вообще самая главная фишка всех кадетов. Ну про эти швы и про все эти швы. Опять же скотч. Опять скотч. Скотч закрывает дырку. Все. Бах. И нет дырки. Это про все я молчу. Просто спереди. Масло с мотора, кстати, не капает, если что. Глушитель, ну прям в идеале. Механизм. Переключение передач. Шикарен. Тормоза, топливные трубки. Все отличные. Ничего не пробито. Ну тачка просто огурец на самом деле. Но рычаги, смотрите, передние. Они и здесь отвалились. Причем они отваливаются вместе с лонжеронами на самом деле. Все это уезжает туда. И уже и второй раз отвалились. И еще заплатка. В общем, это место у кадетов нагружено. Оно всегда кончается. То есть кадет изначально не может жить такое количество времени. Конструктивно он на это не рассчитан. Короче, здесь все как надо. Это, скорее всего, развалится на первой кочке. Причем оно проварилось и лопнуло. Вот эта свежая трещина. Раз трещина и два трещина. И все равно отвалилось. Уже. Но оно еще ездит. И самое главное, наша передняя подвеска, которая, по сути, один рычаг, такой чуть-чуть, с шаровой. Все это, кстати, стоит муку. Передняя подвеска в кадете чинится, наверное, вся в сборе. Тысячи за 3-4, если так вот просто поугарать. И работы, ну, работы, видите, у вас ничего не открутилось. Эта гайка, она прикипела. Ее выкрутить можно только с куском кузова. Вам это нужно будет приваривать. Короче, это встреваловая полная жопа. Тормоза просто в идеале. Даже это тормозит, по-моему, это единственное. А это уже нет. Короче, мы взяли правильную тачку. Правильную. Заливаем V-Power Racing 98. Просто по жести. Чтобы горело все к чертям пламенно. А, иначе никак. Насколько залить-то, я даже не знаю. Там не... Что происходит? Он туда не льется. Он не льется туда. Снизу не течет? Проверь. Просто смотри, если мы вот так нажмем, он только что сплевывал его. Да, он отстреливает даже. Насколько заправляемся? На 500? 10 литров. Как получится. 10 литров? Давай. 10 литров. Четенько. Чтобы лишний вес, да, не возить с собой? И хватило, чтобы на вечер для рейса... На вечер для заезда нужна максимальная отдача, эффективность. Поэтому мы заправляем 10 литров топовейшего, самого дорогого, по 45 рублей. Какая сейчас ненависть в комментариях, да? Он заправляет, собака, золото в бак просто льет. Золото. А для этой тачки это прямо даже не золото, это бриллианты. Ну что ж. Сейчас расплаты. Вот примерно вот. Посмотри сюда и на своего парня. А теперь еще раз сюда и на своего парня. И, кстати, как вы видите, как мной и предполагалось, подкат реально работает при том условии, что на этот подкат загнали какой-то брелок. Он просто всю недостаточную поворачиваемость свою он вымещает на кузове этого сокровища. Он просто выгибает с собой кадет. Таким образом ничего не падает, все прекрасно ездит, все поворачивает. Но если мы берем жесткий и тяжелый мостовой УАЗ, где кузову никуда не изогнуться, где 4 колеса четко сидят в своих точках, там наступает абзац. Короче, только, такой подкат только для треша. Господи, капот, конечно, изнутри просто такой сказочный. Слушай, тут шпаклевки больше, чем железо. Он, наверное, тяжелее столько сейчас весит, мне кажется. Потому что вот это все, там просто везде шпакля. Просто везде шпакля. Так, это наш бензобак, если кто не в курсе. Смотрите, мы практически выжили стратегический запас топлива. Слесарь-то, кстати, смотри, шаристы. Он дал столько топлика ровно, чтобы мы доехали. А вот, кстати, наша штатная трубка от бензобака приходит. Неужели он ее цинично обрезал? У нас нет переходника. А, у нас есть хомут старый, и мы сейчас сюда все. Короче, сейчас все будет просто жир. Готовы? Все работает. Все работает. Вообще пошло из бака, да? О-о-о-о-о, мы взбаламутили нечто большее. Смотри, смотри. С герметиком там, по-моему, с остатками, с чем-то всем. Все, короче, давай вольнем, давай вольнем. Самое главное, надо вольнуть. Ха-ха-ха-ха-ха. Все, мне кажется, идеально. Это просто идеально. Господа, ощущение космоса. Главное, почему меня развернуло, я просто ехал назад и нажал тормоз. Как меня развернуло? Полицейский поворот уже включен в штатную комплектацию. Так, значит, сейчас получается, что у нас наконец-то есть собственная дешевка. Всего за 20 тысяч рублей я могу позволить себе удалбливать эту тачку как угодно и постараться жить жизнью тех прекрасных мужчин, чьи автомобили до этого попадали в наш цикл. Да, это старт проекта Дизлайк. И именно в следующей серии мы на ней просто будем дико наваливать. То есть мы можем позволить себе вытворять с ней все. И при этом максимальное, что с нами может случиться, это минус 20 тысяч рублей. Невозможно попасть на бабки, понимаете? Но это уже будет все в следующей серии. Навалим, что мы сделаем? Постараемся перевернуть. Еще навалим. Постараемся перевернуть. Как минимум. Но это будет... И тест... А, надо же, тест-драйв. Да, тест-драйв дешевки. Кадет. 80 года. За 20 тысяч рублей. В следующей серии. Всем огромной удачи. И пока.